Истарь 55.1 Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Пророк показывает будущее изобилие, говорится, покупайте. Каким же образом купить? На деньги? Но вы получите даром и свободно, подобно тем, которые покупают за свои деньги. И как вода, которая покупается за малую плату, так будут для вас все блага. Везде земля произведет вам свой туг. Какая важность говорить об остальных благах, когда без денег покупается и мясо, и вино. И труды ваши не были в сытость. Пророк говорит о первых трудах, которыми вы занимались. Когда вы подвергались большим скорбям, собирая сокровища, и однако ваша бедность увеличилась все более и более. Так как сокровища собраны несправедливо, хотя бы были весьма многочисленны, тем не менее становятся малыми, то и вы, трудившиеся прежде, не сделали ничего полезного. Теперь же вы будете богатыми и будете более радоваться. Покупайте без серебра. Видишь ли, какой ценой Бог покупает послушание. Для чего вам отрешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша донасладится туком. Не так, как говорим мы. Тебе должно повиноваться всем моим словам. Бог же обещает, что за повиновение Он воздаст благодарность, чтобы жива была душа ваша. Какова жизнь души, это ни от кого не скрывается, так как пророк говорит не о телесной, но о душевной жизни. И преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду. Как верно было это Давиду обещание его. Так будет твердо и то, что он обещал. Что же это такое, верный Давиду? Правильный порядок, добрая жизнь, благо поспешеству. Другие же говорят, милость его. Кроме того, это преподобное, потому что власть его прибыла твердой до конца. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народов. Свидетельство иудеев в языках по написанному, когда язычники, не имея закона, делают по природе законное, то не имея закона, они сами в себе закон. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева. Ибо он прославил тебя. Обличается упорство иудеев. Видишь ли, благодеяния Божие к тебе прибегут. Хотя они, народы, были очень неблагодарны. Однако Бог почтил их и благоволил к ним. Так что они прибегли к нему, как спасители и благодетели по написанному. И скажет, придите и взойдем на гору Господи в дом Бога Яковлева. Именно Бог был искупителем и дарователем благ для всех языков через свой народ. Не в яных и видимых войнах, но в невидимых, потому что он многим открыл себя истинным Богом. Для того, чтобы они не полагались на свой добродетель и не приписывали себе добродетели. Пророк говорит, ради Господа Бога Израилева, стих 6, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Не призывайте Его как бы мимоходом, но всем умом и всем сердцем в защите Господа. Разве мы не знаем Его? Конечно, говорит, вы знаете. Но когда вы покажете правильный порядок и душевную простоту, тогда вы будете познавать Его более и более. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник, помыслы свои и добротиться к Господу. И Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Когда Он дарит благо, тогда, по крайней мере, отступите от беззакония. Но для многих, о ужас! Дары Божии служат причиной зол. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Не только дела, но также и помышления, которые служат корнями и источниками дел. Вы, говорит, очистите не только тело, но и душу, которая есть в царице и госпожа. Когда госпожа, находящаяся в вас здрава, тогда и помышление, зависимое от нее, пользуется даром благочестия по-написанному, как владыка города, так и слуги его, Сирахов 10.2. Это можно сказать не только о городах, но даже о помышлениях. И да обратится к Господу и помилует. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Обращение может совершиться не прежде, чем обращающийся отступит от беззакония. И помилование не прежде, чем он изгладит порочные мысли. Попремногу оставит грехи ваши, когда, обратившись и живя по его воле, вы будете очищены. Я разве буду помнить об ибидах, наподобие людей? Или я маломилосерд, наподобие человека? Но как небо отстоит от земли? Что ты говоришь? Уже ли они отстоят таким образом? Так как вы знаете, что это самая большая мера, то поэтому я сравниваю свое милосердие с этой мерой. Хотя оно гораздо больше, как отстоит небо от земли, так и гораздо больше благость Божия отстоит от человеческой злобы. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращаются, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет. И хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Пророк показывает, что повеления его неизменны. Как дождь или снег не возвращаются на небо, но совершают дело, ради которого они посланы, так и мои повеления совершат то, что я желаю. Но чтобы они не поддерживались небрежности, пророк, ввиду того, что раньше сказал, что он не тотчас совершит, говорит, не возвратиться. А чтобы мы не считали его и угрозы обещаниями ложными, и каким образом не вредили и себе самим, пророк прибавляет, ибо пути мои не пути ваши. И благо поспешу пути мои и повеления мои. Другие же говорят, вы будете сохранять повеления мои. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь. И все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мирт. Это будет во славу Господа. Знамение вечное, несокрушимое. Совершится и исполнится то, что я обещал. Если же каким образом это не исполнится, то будет ясно, что они сами были недостойны таковых даров.